МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. В современном мире возрастает роль малых и средних государств. Об этом заявил президент Беларуси, выступая в Ашхабаде на конференции «Политика нейтралитета. Международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития». Напомню, Александр Лукашенко находится с визитом в Туркменистане. Сегодня здесь отмечают День нейтралитета. Ему и приурочена международная конференция. Форум должен стать еще одним шагом на пути обеспечения мира и стабильности на Земле. Посмотрите, что происходит сегодня на планете. Об этом уже мои коллеги говорили в своих выступлениях. Такое ощущение, что мир просто обезумел. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникают целые террористические квази-государства, несущие угрозу для всего мирового сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Санкционные информационные войны доводятся до абсурда. Ведущие мировые игроки упражняются в воинственной риторике и бряцании оружия. Малые и средние государства зачастую искусственно сталкиваются с альтернативой выбора. Вновь замаячил призрак новых блоковых противостояний, подрывающих фундаментальные основы глобальной и региональной безопасности. И это особенно печально осознавать в год 70-летия окончания самой кровопролитной войны в истории человечества Второй мировой. Говоря о сложившейся ситуации в мире, Александр Лукашенко также затронул тему конфликта России и Турции и призвал государство пойти на уступки и компромиссы. Президент обратил внимание на то, что в нынешнем мире все взаимосвязано. И если где-то допускаются ошибки, нужно уметь их признавать. Ошибки в этом бурном мире неизбежны. И их надо не нагнетать, а решать. Простите меня, это касается и последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией. Надо преодолеть всякие нагнетания страстей и найти возможность сделать для начала хотя бы полшага навстречу друг другу. И проблема решится. Восстановятся те добрые, близкие отношения, которые были между этими народами и государствами и непременно будут. В Ашхабад для участия в форуме прибыли лидеры более 10 государств. Еще почти четыре десятка стран представлены главами правительств. Конференция организована по случаю 20-летия со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета. Юбилей нейтралитета Туркменистана отметили и в Беларуси. Студенты из этой среднеазиатской страны, которая учится в Гомеле, устроили самый настоящий фестиваль. Он стал праздником дружбы для разных народов. Вместе собрались представители России, Таджикистана, Индии, Нигерии, Шри-Ланки. К слову, студенческое братье Туркменов в Гомеле самое многочисленное. Мир очень важен для наших стран, чтобы не было ни военных действий, чтобы все страны были в дружбе. Для меня было большим показателем, когда моя мама решила меня отправлять сюда, именно в Беларусь. Она мне сказала, что я буду за тебя спокойной, если ты будешь учиться именно в Беларуси, так же, как я спокойна за тебя, когда ты дома. Более 7 тысяч новобранцев, призванных на срочную военную службу в Вооруженной силе Беларуси, присягнули на верность Родине. На торжествах, в соединениях и воинских частях сегодня было как никогда многолюдно. Традиционно после присяги военнослужащие отправились в первое в их жизни увольнение. Ну а впереди их ждут напряженные военные будни, боевая учеба, участие в стрельбах, полевых выходах, освоении военной техники. Необычный симбиоз. Служба быта и ремесленники сегодня в Минске устроили большую предрождественскую ярмарку. Она стала первой в череде предстоящих. У Дворца спорта можно приобрести карнавальные костюмы и все, что изготавливают предприятия службы быта республики. Сувениры, которые украсят новогодние праздники, предлагают ремесленники. Народные мастера приехали в столицу со всей Беларуси. У скидок теперь есть свой дом. В столице открылся первый в Беларуси аутлет-центр. Так называемый сток-магазин, в котором продается одежда, обувь, аксессуары известных марок. В течение полугода здесь будут заполнены все торговые площади. Анастасия Биндесек продолжит. Не каждый день увидишь в роли кассира директора розничной сети, а в роли его клиента, руководителя холдинга. Но не это ли пример собственной действенности уникального для страны проекта? Вы сэкономили 312 600 рублей. Настоящий дом скидок, как в соседней Литве и Польше, или, допустим, в Америке, где и был сформирован первый подобный кластер магазинов в 1974-м. Работа над белорусским аутлет-центром началась в 2007-м. Именно тогда его строительство взяла на себя компания «Белгазавтосервис». Инвестиции в торговый центр вложены немалые – 30 миллионов долларов. Создано 600 новых рабочих мест. Инвесторы уверены – концепт обрещен на успех. На одном из центральных проспектов города Минска, на проспекте Жуково, трафик здесь очень хороший. Здесь не только автомобильный трафик. Здесь рядом линии метро проходят. Мы уже через несколько дней запустим бесплатные маршруты туда, на своих микроутобусах. Географическое расположение и вместительный наземный паркинг на 745 мест. Мытовая техника, электроника, детские товары, магазины-дискаунтеры, одежды и обуви, косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для дома и быта. Новые жильцы в доме скидок будут появляться ежемесячно. Будет большой ассортимент, будут достаточно привлекательные цены, и потребителю это понравится. 80-85 арендаторов, общая площадь 15 тысяч. Мы в любом случае концентрируемся на арендаторов, которые занимают площади побольше. Чтобы ассортимент был больше, чтобы мощь, сила арендатора была бы побольше. Пока же первый и главный арендатор аутлета – супермаркет. Первые две недели точно, может быть, с пролонгацией сделали скидку минус 20% на все товары непродовольственной группы. Предлагать белорусам исключительно брендовые товары и не только прошлого сезона со скидками здесь будут круглый год. Причем 10% магазинов в столице представлены впервые. Анастасия Бенедесюк, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. И последнее. В Минском зоопарке единственный медведь по кличке Триста залег в спячку. Пока, как и погода, сом у Косолапова неустойчивый. Из берлоги он то морду высонет, то лапу. Под настроение и вовсе может полакомиться предложенным угощением. В природе медведи спят в тиши и уединении, а в зоопарке Тристана отвлекают шумы и запахи. Это все. Все новости к этому часу. Развитие событий в 16.30. Всего доброго.